Можно долго и много говорить о патриотизме, о победе Великой Отечественной, о воинской славе России, но все зря. В Чамзинке погас вечный огонь, а в Большой Елховке еще и рушится самолет-памятник. Вечный огонь в Чамзинке один на весь Большой район, и на прошлой неделе он погас. Жители поселка рассказали, такого никогда больше не случалось. Вечный огонь всегда у вас горит? Всегда. А сейчас не горит? Сейчас не знаю. А почему? Говорят, за неуплату отключили. Ничего не слышали? Ничего не слышала. Первая версия, которая появилась в анонимных телеграм-каналах. Огонь отключили газовщики за неуплату. Районные власти, правда, с этим не согласны. Говорят, что отключение плановое для профилактики газового оборудования. Однако сказать, что скудное финансирование тут совсем ни при чем нельзя. Оборудование надо проверять часто, потому что оно старое, сильно изношенное. И нет гарантии, что огонь не погаснет снова, в силу неопреодолимых технических причин. Сколько стоит новое оборудование, районные власти даже не считали. Денег все равно нет. Поддержание вечного огня в его нынешнем состоянии обходится муниципалитету в 300 тысяч рублей ежегодно. Памятник на балансе администрации городского поселения Чамзенко обслуживает само оборудование мордов газ и специалисты его по заявке администрации городского поселения. А в Большой Елховке отвалилось крыло у памятника самолета. МиГ-15 там установили 30 с лишним лет назад. Крыло упало в начале февраля. Старая конструкция, за которой никто не следил, не выдержала веса выпавшего снега. Сугробы никто не убирал, на то были бюрократические причины. Второе крыло пока не отвалилось, но треснуло в месте крепления к фюзеляжу. Этот памятник никому не принадлежит, соответственно за него никто не отвечает. Оказывается, чтобы сбросить снег с когда-то боевого самолета нужны не лопаты и добрая воля, а правильно оформленные бумажки. Сейчас, конечно, местные власти займутся памятником, обещают восстановить самолет, как только просохнет почва. Потому что памятника нет как такового хозяина, ни на чем балансе он не висит. И, соответственно, пока у нас в России, как бывает, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. И вот до последнего будем искать, кто теперь должен чистить снег с самолета. На мемориал Великой Отечественной в бюджете Большой Елховки предусмотрены 4000 рублей в год. Можно сказать, что именно столько стоит память в отдельно взятом поселке. И вечный огонь там не горит. К чему я это все? У нас принято много говорить о патриотическом воспитании, проводить мероприятия разной степени скучности. Сгонять туда школьников и студентов. Но, как мне кажется, такими палочными методами невозможно заставить любить свою страну и свою республику. День Победы – один из немногих праздников, который объединяет нас всех. Богатых и бедных, людей при должности и, например, безработных. Я не думаю, что 9 мая из года в год кто-то приходит на площадь Победы или стоит в живом коридоре на коммунистической, потому что его заставили. Люди разного возраста, разного склада характера – в этот день мы все вместе. 9 мая нет проблем с настоящим патриотизмом или с исторической памятью большого многонационального народа. Проблемы есть все остальные дни. Случаи, когда молодые люди делают оскорбительные селфи верхом на памятнике воинам-победителям или пляшут на мемориальном кладбище, проистекают вот из такого наплевательского отношения к местам памяти. Нет денег в бюджете. Это не оправдание ни для чамзинских, ни для елховских властей, ни для республиканских, в конце концов. Как предъявлять серьезные претензии за неуважение к истории и победе молодым людям, если сломанное крыло самолета и проблемный вечный огонь, говорят об истинном отношении к победе, гораздо убедительнее любой красивой речи с трибуны. Мы физически не можем побывать в каждом селе Мордовии, поэтому если у вас мемориал пришел в упадок, присылайте нам фото и видео. Давайте вместе сделаем так, чтобы ко дню победы у нас на самом деле никто не был забыт. И ничто не было забыто.